Что такое нестандартное вложение группы С5 в группу С6? И как при помощи такого нестандартного вложения вы можете получить внешний автоморфизм в группе С6? Что такое элемент пятого порядка группы С5? Вот давайте подумаем, что такое элемент пятого порядка? Это цикл длины 5. То есть у меня есть А1, А2, А3, А4, А5. Но когда у вас есть цикл, то на самом деле не так важно, где там написаны единицы. Цикл начинает читать. Можно с любого места. Поэтому вы приспокойненько можете считать, что начинается это с числа А1. После этого здесь стоит любое число 2, 3, 4, 5. Это 4 вариантов. Здесь стоит любое из оставшихся трех чисел. Здесь любое из двух. Ну и здесь самое последнее оставшееся. Значит, всего циклов длины 5 в группе перестановок на пяти элементах ровно 24 штук. При этом эти циклы, естественно, разбиваются на такие штуки. Представьте себе, что у нас есть цикл 1, 2, 3, 4, 5. Что будет, если я его возвожу в квадратную? Единица раньше шла в двойку, а теперь она пойдет в тройку. В тройку теперь пойдет в пятерку. Пятерка пойдет в двойку. Двойка пойдет в четверку. Четверка пойдет в единицу. Отлично. Вот если этот элемент А, то этот элемент А в квадрате. Ну и автоматически легко понять, чтобы у нас есть цикл 1, 2, 3, 5. А если я буду возвратить в куб? Единица пойдет в четверку. Тогда дальше что это? Четверка пойдет в 1, 2, 3, в двойку. Двойка пойдет в 1, 2, 3, в пятерку. Пятерка пойдет в 1, 2, 3, в тройку. Пятерка пойдет в 1, 2, 3, в тройку. Тройка пойдет в 1, 2, 3, в один. Отлично. Это альфа в кубе. Ну и автоматически легко понять, что такое альфа в четвертом. Это то же самое, что альфа в четвертом. Это надо в угол 1, 2. А нужно взять 1, 5, 4, 3, 2. Вот степени цикла. То есть берем элемент альфа и его степени. Альфа в квадрат, альфа в четвертом. Вот они 4 штуки. Если я возьму любой другой цикл, то у меня получится еще 4 элемента. Еще цикл, еще 4 элемента. И вот таких столбиков будет ровно 6 штук. Это понятно? Это понятно. Окей. А теперь внимание. Если у меня альфа, это элемент пятого порядка, то любой сопряженный к нему, это тоже элемент. При любой перестановке бета. Не обязательно это цикл длины 5. Любой сопряженный элемент, безусловно, тоже пятого порядка. Значит, на вот таких вот столбиках группа С5 действует при помощи сопряжения. Я боюсь, что вы сейчас ничего не понимаете. Поэтому давайте аккуратно объяснём, что такое группа С5 действует при помощи сопряжения. Посмотрите, господа. Вот если я взял цикл отдела С4-5, а теперь представьте себе, что я беру другой цикл. Цикл один, три, два, четыре, пять. Посмотрите, что у меня здесь на самом деле будет. У меня вот в этих записях, просто везде поменяются местами двойка и тролика, да? Вот. Будут в этой записи. Это некоторое, тут будет элемент аркана, да? Понимаете ли вы, что если я беру перестановку альфа и сопрягаю её любой перестановкой бета, то я получаю цикл длины 5. Вот, например, если я сопряг перестановку альфа при помощи транспозиции 2-3, то на самом деле я перешёл отсюда вот сюда. Это понятно? Замечательно. Значит, чертва, при помощи сопряжения группа С5 действует на множестве своих, ну если что так, в каждую сторону добавить инк, то это называется своих элементов в одном, да? Действует на множестве своих элементов в одном. И таким образом получается у нас, получается у нас действие. Внимание! Почему это действие, что вы знаете, непривычное для вас? Потому что обычный способ вложения группы на пяти элементах в группу на шести элементах, он такой. Берём и говорим, что число 6 просто вообще никак не двигаем. А здесь ничего подобного. Господа, здесь, когда вы выпишите все эти шесть столбиков, то вы обнаружите, что ни один из этих столбиков под действием С5 на месте не остаётся. На самом деле у вас действие, то что называется транзитивное. Любой столбик переводится в любой другой при помощи сопряжения. Таким образом это интересное вложение, да? Не то, которое вот обычно есть. Вообще у вас при любом Н есть вложение СН-1 в СН. Это не оно. Это вот такое особое, которое построено на игре в то, что этих самых столбиков оказалось ровно шесть штук. И тогда, кстати, теперь стало до шести элементов. Так, теперь построили вот такое вложение С5 в С6. Вот то, которое я только что сказал. Собственно говоря, при чём здесь автоматизм? Каким образом мы получаем отображение теперь из группы С6 в группу С6? Ответ такой. Вот смотрите, у нас благодаря тому, что мы только что сделали, сейчас в группе С6. Кстати, она из каких элементов состоит? Шесть, когда сколько? Семьсот двадцать, да? В группе С6 есть подгруппа С5 из ста двадцати элементов. Отлично. Возьмите внимание, когда у вас есть группа и подгруппа, то, как помните, есть такая штука, как разложение на класс. Помните, такая штука была? Левый смежный класс, правый смежный. Была? Отлично. Ну, давайте возьмём, скажем, левый смежный класс. Значит, у нас есть группа из семисот двадцати элементов. В ней есть подгруппа из ста двадцати элементов. Сколько будет классов? Сколько будет семьсот двадцать делить на сто двадцать? Шесть. Шесть. Будет шесть классов. Замечательно. Так вот, господа, группа С6 действует на этих самых смежных классах. Переставляя их между собой. Ну, соответственно, мы получили, называется, нетривиальную реализацию. То, что именно получается, вот, то разложение на циклы, которые я выписывал, но это надо, что называется, всё, аккуратно выписать конструкцию, и вы это увидите. Но, не знаю, мне кажется, что идею я объяснил. Вот.